Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители поселка Доскей вынуждены платить не только за место на кладбище, но и за воду, которую они не видели уже несколько месяцев. Сегодня судья Ислам Хан Исимбаев заслушал свидетеля по эпизоду об установке опор освещений в Караганде в 2011-2013 годах. Арселор Миттал Тимиртау снова оштрафован. Как выяснилось, предприятие скрыло свой доход от государства, за что и привлекли компанию к административной ответственности. Обо всем по порядку. Жители поселка Доскей вынуждены платить не только за место на кладбище, но и за воду, которую они не видели уже несколько месяцев. Питьевой воды не стало из-за устаревшего водопровода. В местном Акимате проблему решить не спешат. Говорят, на обеспечение жителей влагой требуются деньги. Наши корреспонденты побывали на месте и готовы рассказать о проблеме более подробно. В этом маленьком населенном пункте проживают около 4000 человек. Большинство из них – люди пожилого возраста. Без воды сидят жители нескольких улиц. Чтобы приготовить еду или запастись водой, им приходится брать ее из колодца. Однако пить грязную, более того, соленую воду просто невозможно. Возмущается народ. Несколько лет назад из местного бюджета были выделены деньги на восстановление водопровода. Но их хватило только на половину поселка. Наши дети живут в городе. Нам никто не помогает. Вода хоть и соленая, деваться некуда, приходится пить. Помимо водопровода в селе есть еще ряд немаловажных проблем. Дороги находятся в ужасном состоянии. Все многоэтажные дома непригодны для жилья. Заброшенные здания стали облюбленным местом алкоголиков. В поселке почти не убирают мусор. На некоторых территориях царит полная антисанитария. Обращения жителей к властям не давали никакого результата. Аким поселка никогда не проводил встречи с населением, утверждает народ. Все решения принимаются без нас. Нужно собирать жителей и проводить с нами встречи. Никакого порядка нет. Они сами себе хозяева. В местном Акимате ситуации знакомы. Кроме того, чиновники намерены восстановить дома через суд. А с водообеспечением населению придется подождать. Говорят, на эти цели в бюджете деньги не предусмотрены. В каждом доме примерно по 30-40 квартир. Мы будем через суд добиваться, чтобы в поселке восстановили эти дома. Когда все восстановят, жители смогут заселиться в новые квартиры. Однако, когда будут восстановлены разрушенные дома, пока неизвестно. Недавно Аким поселка Доскей провел встречу с населением. Но, как сказали жители, они все равно не получили ответы на главные вопросы. Лариса Хусейнова, Жаслан Кулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В Караганде продолжается допрос свидетелей по делу Серика Ахметова. Сегодня судья Исламхан Исенбаев заслушал свидетеля руководителя торгового дома «Стальцинк» Жанарысак Абдулдаева. Свидетеля допрашивали по эпизоду об установке опор освещения в Караганде в 2011-2013 годах. Свидетели, которые что-то знают о тех событиях, допрашивают уже вторую неделю. С 2011 по 2013 годы на замену опор освещения на центральных улицах города Караганды выделялись сотни миллионов тенге. По словам гособвинителей, бюджеты и деньги выделялись без необходимых по закону конкурсных процедур. На допросе свидетель Жанарысак Абдулдаев заявил, что следователь в ходе допроса оказал на него давление с целью получения показаний. Вам было оказано данное давление? 301 кабинет финансовой полиции города Караганды. Время, дату можете назвать? Это вот и есть дата у вас на бумаге, которая... Ну, сторона защиты запрещает ссылаться на протокол допроса. Протокол допроса 1 октября 2014 года. Выдадите туда? Да. Подождите, вы про что говорите? Кто вам запрещает? Причем вы... Ему я сделал замечание. Суд вам запретил это? Нет. Я же не говорю суд. Нет, зачем вы нас защитили? Здесь что, защита команды не падает? Процесс защиты ведет что-то? Я вас прошу, пожалуйста, обвинитель Токбыхов, будьте корректны. Женарис Кабдалдаев 2012 года является директором и учредителем двух компаний. Дос-Сервис плюс Астана и Стальцинг. Он рассказал, что после допросов он попал в больницу. Из-за нервного состояния возникли проблемы с сердцем. Обвинитель спросил у Кабдалдаева, почему он не пожаловался в прокуратуру на давление со стороны следователей. На это свидетель ответил, что побоялся и решил все рассказать в зале суда. Лариса Хусейнова, Жеслон Макулбеков, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. Арселор Миттел Симиртау снова оштрафован. Как выяснилось, предприятие скрыло свой доход от государства, за что и привлекли компанию к административной ответственности. Представители Фемиды обязали комбинат выплатить штраф почти в 5 миллионов тенге. Однако руководство компании намерено подавать апелляционную жалобу. Мы заявляем, что эта информация пока еще преждевременная, так как окончательного решения в судах высшей инстанции еще не принято. Более того, мы ответственно заявляем, что мы не нарушали налоговое законодательство Республики Казахстан и действуем строго в рамках закона. В ходе проверки выяснилось, что Арселор Миттел Симиртау продал более тысячи тонн бензина и дизельного топлива компании «Окжетпес». Доход составил более 100 миллионов тенге. Факт торговой сделки подтверждается счет фактурами. Однако сопроводительные документы при реализации нефтепродуктов оформлены не были. Что касается отсутствия сопроводительных накладных при отпуске горюче-смазочных материалов для АТО «Окжетпес», смело могу заявить, что это не нарушение законодательства. Потому что, что такое накладная? Накладная – это документ, который сопровождает груз от отправителя до получателя, как написано в законодательстве, на всем пути следования. В данном случае этого самого пути не было, поскольку транспорт «Окжетпес» заправлялся с наших автозаправок. Кроме того, выяснилось, что конфискованный доход и штраф, полученные следствием совершения правонарушения, перечислены в бюджет государства в полном объеме. Однако представители вины не признают, поэтому намерены обжаловать решение суда, которое не вступило в законную силу. То есть в этом нет, на наш взгляд, никакого нарушения. Это наша позиция, и юристы нашей компании сейчас в данное время по этому делу готовят жалобу в апелляционную судебную коллегию по гражданским и административным делам Карагандинского областного суда. Так как сам факт составления протоколов, на наш взгляд, был сделан с нарушением процессуального и материального права Республики Казахстан. В Карагандинской области повышение цен на продовольственные товары не наблюдается. Так сегодня отчитались чиновники перед главой региона Нурмухамбетом Абдибековым. На совещании в областном Акимате рассматривались вопросы по сдерживанию цен на продукты питания. По словам руководителя департамента статистики Жанат Садыковой, продукты в нашем регионе держатся на стабильном уровне. Есть небольшие повышения цен на рис, гречку и сахар. Но в скором времени их на прилавки магазинов будут поставлять из стабилизационного фонда. Поэтому роста цены и дефицита не будет. Между тем, некоторые товары всё-таки возросли в стоимости. Цены на непродовольственные выросли на 1,8%, что выше среднереспубликанского показателя на 0,4%. Здесь мы занимаем третье место по республике. Цены и тарифы на платные услуги повысились на 3,3%. Также возросли в цене тарифы на платные услуги. Здесь показатель нашего региона бьёт рекорды республики. Между тем, стоимость билетов общественного транспорта пока держится на прежнем уровне. Повышение цен на билеты не планируется. Стоимость билетов на регулярных международных авиалий – это Карагада-Москва, Карагада-Новосибирск, Карагада-Грозный – сахарные. На прежнем уровне мы разговариваем, но, возможно, будет корректировка. Также чиновники поделились планами держать под контролем цены на лекарства. Рост наблюдается только в импортируемых видах, что в конечном счёте может благотворно повлиять на спрос казахстанских медикаментов. Эту работу держать на своём постоянном контроле. Как показывают результаты, когда мы работаем по своим направлениям, результат он появляется. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков поручил чиновникам держать все эти аспекты ценовой политики на жёстком контроле. Любые нарушения социальной стабильности граждан будут расцениваться как преступления, пояснил он. Аймамрина Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжение следует... К другим новостям. Вместе с подготовкой к отопительному сезону начинаются проблемы. Жители улицы Вагонная никак не могут прийти к общему решению. Люди затрудняются выбрать председателя КСК. А это замедляет процесс подготовки котлов к зиме. Все подробности в следующем сюжете. Ежегодно чиновники проводят собрания с жителями, чтобы вместе с ними подготовить дома к отопительному сезону. Здесь, на улице Вагонная, есть две проблемы. Отсутствие председателя КСК и должники. И жители, и сами чиновники никак не могут решить эти две, на первый взгляд, решаемые задачи. Жильцы одной из квартир не платят за тепло и имеют долг в размере 63 тысяч тенге. Остальные прилежные плательщики возмущаются. Почему они должны платить за нерадивых соседей? Заместитель Акима района имени Козыбек-Би говорит, что помимо должников в этом районе есть проблемы и с одним из котлов. Дело в том, что один котел они в 2013 году поменяли на новый. И вопрос стоит по второму котлу. В принципе, мы предполагаем, что он в эту зиму еще продержится. Но, тем не менее, мы жителям предложили заменить эти котлы, этот котел. Предложили две компании, механомонтаж и еще одну компанию, которые предоставили свои прайсы на изготовление этих котлов. Но жители здесь очень сложные. Председателя они выбирать не хотят. Мы им дали еще неделю на раздумье. И через неделю еще раз соберемся. Я думаю, к чему-то придем. По словам жильцов, есть две причины, почему они не могут выбрать председателя. Первая, таких ответственных людей нет. И вторая, нежелание самих людей. Председателем у нас никто не хочет быть председателем, потому что всех оскорбляют. Всех оскорбляют, всех. Всех оскорбляют. Поэтому никто не хочет быть председателем. Людям осталась одна неделя, чтобы выбрать председателя КСК. Если они не придут к решению, помощи со стороны Акимата могут больше не ждать. Об этом заявил Бесен Усенов. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, 1-й Крагандинский. Во Дворце культуры Горняков состоялся день открытых дверей. Танцевальные коллективы, вокальные ансамбли отчитались о проделанной работе и продемонстрировали свои достижения. Все желающие могли получить консультацию о кружках и записаться на пробные занятия. В Большом зале Дворца культуры Горняков сегодня особенно жарко. На сцене, не жалея сил, выступают хореографические и вокальные коллективы. Все они хотят блеснуть достижениями и творчеством. 12-летний Данил Комиссаренко занимается в хореографическом ансамбле «Мирей». Посещает его уже третий год. С коллективом участвовал в различных танцевальных конкурсах. Сегодня многократный призер с гордостью рассказывает о своем увлечении спортивно-бальными танцами и тренерах. У нас Ирина Леонидовна очень добрая и веселая. Есть у нас еще один тренер. Есть еще один тренер. Он еще... Пошел еще. Мне очень нравится ходить в центру «Мирей». Зрителей покорила известная степ-группа «Алтенбатер», которая выступила с танцем «Хамажай». Ее руководитель Дарига Распекова сама является воспитанницей этого коллектива. Когда-то маленькую девочку ее в эту группу привели родители. С тех пор танец в стиле степ стал для нее смыслом жизни. Меня привели маленького ребенка сюда, и я занималась. Это меня захватило, потому что это очень интересный вид танца. Я считаю, что это интеллектуальный вид танца, потому что все время нужно в голове все считать, просчитывать и выступить абсолютно точно. То есть шаг вправо, шаг вплево – это уже не то. По словам заместителя директора Дворца культуры Саята Абдигали, такие дни открытых дверей они проводят два раза в год. Это своего рода отчет коллективов и консультативный день. Мы сами смотрим, как наши коллективы работают, и даем возможность людям узнать побольше о коллективах, как можно записаться в эти кружки, как можно сюда ходить, какие дни можно заниматься. Это свободные часы, заниматься, проводить свое время во Дворце культуры горняков. Во Дворце культуры горняков работают более 30 разных творческих коллективов. Здесь каждый желающий может найти занятие себе по нраву. Услуги предоставляются как на платной, так и на бесплатной основе. Аймам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Здоровый образ жизни. Благодаря этому событию 5 сентября Центральный парк культуры города Караганды был оживлен как никогда. Жители города любых возрастов участвовали в акциях в честь мероприятия. Причиной массовой утренней зарядки стал фестиваль «Здоровье-2015». Мероприятие прошло по девизам «Скажи да здоровому образу жизни». Также был проведен флешмоб, в котором приняло участие более 5000 человек. Всем было подарено хорошее настроение и спортивный дух. Фестиваль здоровья, который проходит по всей республике одномоментно. И сейчас позади меня люди, собравшиеся в Центральном парке культуры и отдыха города Караганды, это около 5000 человек, одновременно делают утреннюю зарядку, которая посвящена фестивалю здоровья. В рамках мероприятия были проведены президентские тесты по более 8 видам спорта. Как ранее говорилось в послании президента, Республике Казахстан здоровый образ жизни является ключом к здоровью нации. Профилактическая медицина должна стать основным инструментом предупреждения заболеваний. Необходимо сделать большой упор на информационно-разъяснительной работе с населением страны. В течение лета общество «Спартак» проводило со многими предприятиями города Караганды подобные тесты. Были металлурги, были шахтеры, были представители департамента образования, спортшколы, казахмыс, многие предприятия, частные, то есть их сотрудники. Мы, как и все казахстанцы, должны ежегодно сдавать президентские тесты летний и зимний. И этот год у нас первый, когда мы организовали в Караганде прием президентских тестов среди предприятий. Мероприятие не спешило заканчиваться. Даже вечером спортсмены в виде представления продемонстрировали поединки и ритмичные танцы. Кроме того, были установлены площадки для тех, кто хочет бесплатно проверить кровь на сахар и ВИЧ. Лиана Жуматова, Лжас Габасов, 1-й Карагандинский. Новости спорта. Во втором домашнем матче в рамках чемпионата Казахстана хоккейный клуб «Сарарка» города Тимиртау вновь одержал победу над Петропавловским кулагером. Выразив пожелание и забросив шайбу на лед, таким городом Тимиртау открыл игру. Первую шайбу забил нападающий под номером 3 Филипп Святына. А хоккеист Александр Воронин завершил игру с забитой победной шайбой номер 6. Тимиртау разгромил кулагер со счетом 6-4. А футбольная команда «Шахтер» обыграла Тимиртауский булат со счетом 6-1 в товарищеском матче, который состоялся 6 августа. На стадионе собрались считанные поклонники обеих команд. Игроки горняков держались сплоченно. С их слов, для них эта игра всего лишь разминка. Три гола, один из них с пенальти забил футболист команды горняков Максим Фищук. Автором еще двух стал Михрет Топчагин. 33-летний Андрей Финонченко забил один гол. Между этим единственный мяч в ворота «Шахтера» запустил игрок из Тимиртауской команды. Футболисты чуть не устроили на поле драку. Свой настрой на победу футболисты «Шахтера» не скрывали с самого начала. Куаныш Ермеков назвал игру разминочной и подготовительной. Сейчас футболисты готовятся к следующему матчу. Это как товарищеская игра. Силы все на чемпионат оставляют, конечно. Так не в полную силу все играют. Игра – это как учебный тренировочник. На 13-е число готовимся. На 13-е будем жить. Полностью биться. Игра шла равномерно. Горники держали контроль над мячом и победили. Следующая игра «Шахтер» состоится с командой «Житсу» 13 сентября. Аймам Ренажа, Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Аман Сау, Волгустар. Субтитры создавал DimaTorzok